День Героев Отечества. Эта памятная дата в России отмечается каждый год 9 декабря. И несмотря на то, что выходным этот день не является, 9 декабря наряду с героями России и Советского Союза заслуженно чествуют граждан, проявивших храбрость на поле брани и гражданское мужество. Какие мероприятия в этот день состоялись в Славянске на Кубани, смотрите в материале моих коллег. Впервые в нашей стране День Героев Отечества был отмечен в декабре 2007 года. Тогда к празднованию новой памятной даты приурочили открытие первого в России музея Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров Орденов Славы. Этому празднику всего 8 лет. Однако его реальная история началась еще в XVIII веке. В 1769 году императрица Екатерина II учредила Орден Святого Георгия Победоносца, которым награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. День Георгиевских кавалеров отмечался в России до революции 1917 года, в День памяти Святого Георгия. Затем праздник, как и Оргин, упразднили. Только в 2000 году Ордену был возвращен статус высшей военной награды, а в 2007 вернулся и праздник – День Героев Отечества. Ежегодно 9 декабря чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. В этот день в кинотеатре «Кубань» школьникам города продемонстрировали военно-патриотический фильм. В городской библиотеке также для школьников провели мероприятие, посвященное памятному дню. Вспомнили подвиг героев, имена которых носит лицей номер один. Это единственная школа в России, семь выпускников которой ушли на фронт, стали героями Советского Союза. В историко-краеведческом музее для студентов Славянского сельскохозяйственного техникума в этот день провели экскурсию, рассказали об истории создания Дня Героев Отечества, подробно рассказали о подвигах героев Советского Союза, о наших земляках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В этот день мы вспоминаем всех, мы чтим всех и мы благодарим всех героев нашей страны за подвиги, совершённые ими. Память о Героях Отечества – святая обязанность каждого человека. Именно такого мнения придерживаются студенты сельскохозяйственного техникума. Человек должен помнить, какой ценой досталась эта Великая Победа, сколько жизней она унесла, сколько судеб оно было порушено. Мы всегда должны помнить о героическом прошлом нашей страны, о тех, кто ценой собственной жизни заслужил великое звание Героя Отечества. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа События.